Привет! Это подкаст Inside 5. Наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от инсайдера всего за несколько минут. Сегодня 28 июля, пятница. История первая. Москва пообещала безвозмездно поставить зерно ряду стран Африки. Президент России считает, что это полноценная замена зерновой сделки, на которой якобы наживался Запад. Об этом Владимир Путин заявил на саммите «Россия-Африка», который открылся в среду в Санкт-Петербурге. Мы будем готовы уже в ближайшие месяцы, в ближайшие 3-4 месяца безвозмездно предоставить Буркино-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центрально-Африканской республики, Эритреи по 25-50 тысяч тонн зерна. Обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителям. Между тем, как пишет Moscow Times, Африканский Союз не устроили зерновые обещания Путина. Государства континента настаивают на возобновлении сделки с Украиной. Участники форума намерены обсудить этот вопрос с российским президентом. В середине июля Москва вышла из черноморской зерновой инициативы из-за того, что якобы не были выполнены ее условия. В частности, не снят ряд санкций, а Россельхозбанк не был подключен к системе SWIFT. Добавлю, первый день саммита России-Африка не обошелся без конфузов. Патриарх Кирилл неправильно назвал отчество президента. Ваше превосходительство, глубоко уважаемый Владимир Владимирович, президент Российской Федерации, Ваше превосходительство, уважаемый господин Азалия Сумани, президент Союза Коморских островов, досточтимые главы и высокие представители стран Африки. Сердечно всех вас приветствую и благодарю за приглашение выступить на столь представительной встрече. Также весь день журналисты пытались понять, побывал ли на этом саммите Евгений Пригожин. В сети появились фото якобы с посещения им форума. История вторая. Киев определился с направлением основного удара в ходе контрнаступления. Как пишет New York Times, ссылаясь на источники в Пентагоне, удар будут наносить к югу от Орехова в Запорожской области с расчетом выйти на Токмак и далее на Мелитополь. К схожим выводам приходит институт изучения войны, отмечая, что украинские военные уже, видимо, пробили оборонительные позиции россиян южнее Орехова. Генштаб ВСУ сообщает о продолжении наступательных операций на южном и северном флангах около Бахмута. Также отмечается успех в районе Старомайорского. Так называемый военкор Владимир Романов утверждает, что российские войска могут потерять не только Старомайорское, но и соседнее село Урожайное. По его словам, ВСУ вклиниваются во фланги позиции 35-й общевойсковой армии и могут взять ее в котел. Президент Путин на форуме «Россия-Африка» признал, что ВСУ активизировали боевые действия на Запорожском направлении. Но он заявил, что новая фаза контрнаступления украинских войск не имеет успеха. Между тем, США не собираются занимать какую-либо позицию в вопросе контрнаступления, но обеспечат Киеву необходимые инструменты для дальнейшего продвижения. Представитель Белого дома Джон Кирби отметил, что украинские войска продвигаются не так быстро, как хотелось бы, но они не просто застыли. Украинцы двигаются, сказал Кирби. История третья. В США не увидели доказательств причастности Москвы к перевороту в Нигере. Об этом заявили в Белом доме. В среду военные в этой африканской стране взбунтовались против президента Базума и взяли его в заложники, а позже объявили о свержении. Мятежников поддержало командование армии Нигера. Пучистов возглавил командир президентской гвардии генерал Амар Чиани. Он решился на такой шаг, так как опасался, что его скоро отправят в отставку, объяснил инсайдеру африканист, пожелавший остаться анонимным. По данным агентства Associated Press, некоторые демонстранты на улицах столицы Нигера держали в руках российские флаги. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не поддерживает Пуч и считает, что в этой стране нужно восстановить конституционный порядок. История четвертая. Международная федерация фехтования дисквалифицировала украинскую спортсменку Ольгу Харлан. Она отказалась пожать руку своей сопернице из России Анне Смирновой на чемпионате мира в Милане. Харлан обыграла Смирнову со счетом 15-7. Согласно регламенту, после окончания боя спортсменки должны дождаться решения арбитра, а затем пожать друг другу руки. Но после того, как Смирнова подошла к Харлану для рукопожатия, украинка выставила шпагу перед соперницей и ушла. При этом украинские СМИ отмечают, что Харлан якобы не отказывалась от приветствия, а не захотела именно жать руку. Выставив шпагу перед соперницей, она предложила ей вместо рукопожатия стукнуться клинками, пишет Униан. Позже сама Ольга Харлан объяснила, почему отказалась пожимать руку россиянке. «Страна, которая терроризирует наших людей, государство, семьи, также терроризирует спорт. Я не хотела пожимать руку этой спортсменки, я действовала своим сердцем. Поэтому, когда я услышала, что меня хотят дисквалифицировать, снять соревнований, дать черную карточку, это меня убило. Я кричала от боли, но потом начала оживать, потому что вы, ваши сообщения, это безумная поддержка. И особенно поддержка от бойцов, которые нас защищают». Украинская сторона пообещала опротестовать решение о дисквалификации. Харлан поддержали украинские спортивные клубы и чиновники. История пятая. Власти Великобритании разрешили российским миллиардерам тратить деньги с замороженных счетов на личные нужды. Как пишет Нью-Йорк Таймс, правительство страны позволило олигархам в том числе оплачивать услуги личного повара, водителей и домработниц. Так, например, Михаил Фридман получил лицензию на содержание домашнего персонала, состоящего из 19 сотрудников. Их услуги обошлись Фридману почти в 300 тысяч фунтов. Кроме того, отдельно банкиру разрешили тратить около 7 тысяч фунтов на покрытие основных потребностей семьи. Бывшему деловому партнеру Фридмана Петру Авену британские власти одобрили ежемесячные траты в размере 60 тысяч фунтов. Большая часть этой суммы досталась охранному предприятию, принадлежащему финансовому менеджеру Авена, которого подозревают в оказании помощи бизнесмену в обходе санкций. Британское правительство называет Фридмана и Авена прокремлевскими олигархами, тесно связанными с президентом Путиным. Они оспаривают это в суде. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside 5.